Друзья, всем маткульт привет! Где я нахожусь? Это информационный центр атомной энергии ИЦАЯ в городе Санкт-Петербург. Да, вот здесь у меня лекция вчера была, и сегодня утром урока еще будет. И вообще Питер я очень люблю и часто здесь бываю. Но самое интересное, это с кем мы сегодня будем беседовать. Галия Шарафеддинова из города Казань. Правильно? Правильно. Чемпион мира по математике. Причем не просто чемпион, а абсолютно чемпион. 42 из 42. Вот так вот. Все задачи на полный балл. И как я понимаю, я смотрел историю вопроса. Последний раз у нас такое случалось несколько лет назад, да? То есть довольно давно уже. Ну да. То есть это такая как бы... Точный год не помню, но... Нет, тот точно не было, да. Да, несколько лет точно уже не было. Ну и вот я прям, это самое, когда это увидел, я подумал, ну нам просто надо провести беседу, чтобы мастер рассказал решение задач. Но пока расскажи вкратце, где ты училась, да? В какой школе? И кто тебя научил так решать задачи? Ну вообще, я училась в Казани, в 31-м лицее, но, конечно, задачи я научилась решать, ну не совсем в школе. У нас был городской кружок, его ввел Дефремов Руслан Сергеевич, и большую часть того, что я умею, ну как минимум класса до 9-го, именно он меня научил. Ну, конечно, всегда были какие-то выездные сборы, куда-то мы всегда выезжали, там приезжали другие преподаватели из других городов. Ну, от класса до 9-го, 10-го, большая часть того, чему я училась, я училась именно у него. Потом, конечно, начались сборы, начались вот это вот, все циклы подготовки к Межнару, отборы на Межнар. И там уже была, ну, огромная куча преподавателей, с которыми я работала, вот разные задачи, разные темы. А когда ты первый раз ездила на сборы вот Межнарские, в 10-м, да, еще? Я, да, в 10-м я ездила, там, нет, кстати, по-моему, да, в 10-м, наверное, после, ну да, вот после 9-го получается. Вот, тогда был как раз ковидный год. А, да-да-да-да-да, да. Вот, и первые летние сборы были именно ковидные, вот они были дистанционные. А, они были вот так, то есть Кирилл их вел, да, и еще там несколько человек, да? Ну, там у нас, да, была куча людей, вот, группа А, группа Б, а в группе А были те, кто уже был на сборах, вот, и они как-то занимались более-менее лично, то есть у них принимали задачи, слушали, вот. А нам просто выдавали задачи, проводили разбор, ну, и мы там письменную пару задач высылали с каждого занятия, вот. Ага, ага. То есть там было очень много людей, но невозможно было со всеми лично поработать. А на сборы приглашается там человек 40-50, да? Ну, сейчас, да, но в тот год было по-другому. Угу. Так, а потом, соответственно, уже Кирилл Сухов решает там с коллегами, кто вот едет, да, в последнем, то есть это как бы на основании работы на сборах, да, решается, кто с собой будет ехать? На основании Олимпиад, на самом деле. На основании Олимпиад. Ну, то есть то, как ты решаешь задачи именно на сборах, вообще не влияет на это. А-а-а-а. Вот. А Олимпиады это, то есть просто прошедшие Олимпиады уже, да? Ну, почти каждые сборы мы пишем какую-то Олимпиаду. А, на сборах прошедшие Олимпиады, да, не в СЕРОСы. Да, ну в СЕРОС тоже учитывается. В СЕРОС тоже учитывается, ага. Вот, ну, почти на каждых сборах это Олимпиады в формате межнара, ну, на летних только в формате в СЕРОСа. Вот, они как-то там складываются, с какими-то коэффициентами иногда, вот, и под конец вот по сумме баллов как-то отбирается. Да, понятно, да, то есть вот кто, кто наибольшей форме, да, на данный момент. Кто стабильнее всего, да, кто показывает какой-то вот стабильный хороший результат. Так, супер, ну что, я думаю, надо разобрать нам Олимпиаду, мы ее не разбирали здесь. То есть на других каналах она, конечно, разбиралась, но вот я решил, что мы подождем с разбором, тем более я вообще не очень, я сам такие задачи решать не умею. Ну, я практически межнар, если я вижу, я обычно просто в него туплю и потом просто думаю, ладно, я лучше посмотрю решение. Вот, поэтому давай прям попробуем задача за задачей, да, ну, не обязательно в том порядке, в котором они шли, а в котором там тебе, может быть, больше это, какая тема, больше приглянулась в начале там. Ну, в общем, как хочешь, в любом порядке, расскажи условия и потом там мы дадим, ну, как каким-то совсем умным гражданам, что называется, момент нажать на паузу и подумать. Вот, хотя я предупреждаю, да, задачи такого уровня, ну, вот, я уже их решать не умею. Поехали! Ну, давайте, да, начнем. Наверное, по порядку? Давай по порядку. Чтобы уж с конца сразу всех не убивать. Вот, первая задача. История такая, у нас есть N, вроде монет, но это не так важно, 2 N монет. 2 N монет, да. N монет типа A и N монет типа B. Они как-то расставлены в ряд. Вот, такой вот ряд из 2 N монет. Угу. Вот, дано натуральное K. От единицы до 2 N. Вот, и с этим рядом проводится следующая операция. Мы берем катую монету. Так. Вот, рассматриваем самую длинную цепочку монет одного типа, в которой она содержится. Ну, то есть, вот такой вот блок. Так, так. И переставляем его в начало. Ого. Ага. Вот, ну, то есть, например, из такой цепочки у нас бы получилось A, A, A. Снова A, да. Потом снова A, A, B, 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 B. Ага. Так. Вот. До какого момента делаем? Вот до такого, да? Ну, как раз в этом и вопрос задачи. На самом деле, вопрос задачи в том, что нужно найти все возможные пары N и K, при которых при любом начальном ряде у нас в какой-то момент получится вот такая вот ситуация, что у нас первые N монет одного типа и последние N монет тоже одного типа. Ого. Вот. Так. Ну, капитан, очевидность говорит, что при K равно 1 не получится. Да, да, на самом деле при K меньше N просто не получится, как минимум, потому что можно взять первые K монет одного типа. Да, и они тогда никуда не денутся уже. Да, ну и остальное как-нибудь. Здесь N подряд монет второго типа. Вот. И тогда мы всегда будем выбирать первые, брать катую монету, она состоит в первом блоке. Вот. И тогда он будет оставаться на месте, то есть K меньше N автоматически нам не подходит. Автоматически не подходит. Нажимайте на паузу и думайте дальше, а мы продолжим. Хорошо. А давайте вообще поисследуем, что мы хотим. Ну, что мы знаем? Мы знаем, что... Давайте посмотрим тогда тем, что вообще уменьшается каждым входом, ну, или как-то не увеличивается. На самом деле не увеличивается количество блоков. Потому что у нас какие-то блоки могут появиться. Да. Вот. Но вообще их количество точно не увеличивается. Вот. И мы хотим понять, в каких ситуациях количество блоков в конце станет равно 2. Вот. Но если оно всегда не увеличивается, и оно всегда какое-то хотя бы 2, то оно в какой-то момент станет постоянным. Да. Вот. Но если она станет постоянным, и если, предположим, что она стала неравным двум, потому что если она стала равна двум, то это просто вот эта ситуация. Так, то есть предположим, что при данном k задача не решилась, то есть данная k не подходит. Нам же нужно, какие k? При которых при любом раскладе а-шек и б-шек будет то, что надо, да, в конце два блока. Значит, предположим, что при некотором k существует контрпример, и тогда этот контрпример стабилизирует количество блоков. Да. Да. Вот, ну давайте заметим, что когда мы берем и выбираем какой-то блок и переставляем его в конец, в начало, в начало, да, конечно. Если это был не последний блок, то его два соседа, они точно склеятся. Ну, не последний и не первый. Да, правильно, да, 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 не последний и не первый. Ну, не первый мы уже как бы отсекли, да, эту ситуацию, потому что k больше n. Значит, количество блоков, оно у нас точно уменьшится. Так. То есть это был не первый и не последний блок. То есть после стабилизации мы должны быть всегда в последнем блоке. Или всегда в первом. Ну, в первом, а, ну, в первом не можем, потому что это вот такая ситуация. Это k меньше n. Это k меньше n, да. Так, значит, мы в последнем. Значит, мы всегда в последнем блоке, да. Только больше n. Вот, и давайте заметим, что если блоков было нечетное в какой-то момент, то это значит, что последний блок и первый блок, они одного типа. Да. Ну, тогда, когда мы переставляем последний блок в начало, они снова склеиваются. Да. Да. Значит, четное. Да, то есть что у нас на самом деле получается? Вот после стабилизации количества числа блоков у нас четное количество блоков. Да. Они как-то чередуются. Верно. Понятно. И что на самом деле заход происходит? Заход, мы берем последний блок и переставляем его в начало. И потом вот так. Да. Вот так. То есть, скажем, вот в этой ситуации, которая нарисована, при предпоследнем k у нас все хорошо, то есть все плохо. Ну, в смысле, стабилизации на двух блоках не будет. Да. Все время будет прыгать этот, прыгать этот, прыгать этот, прыгать этот. Да. И мы получили контрпример. То есть вот сейчас в явном виде видно, как устроен контрпример. Да. Хотя бы один. Но теперь осталось понять, при каких k и n это бывает. Вот. Ну, мы знаем, что, во-первых, блоков хотя бы четыре. Да. Потому что если их два, то это уже такая ситуация. Еще мы знаем, что каждый блок бывает на последнем месте. Потому что они вот так вот перескакивают, но и каждый когда-нибудь будет в конце. Да. Поэтому в каждом блоке хотя бы k элементов. Хотя бы k монет. Ой, ну не k, а хотя бы… n-k. Да, хотя бы… Ну, то есть вот эта монета… Ну, там или n-k плюс 1. n-k плюс 1, да, конечно. Ага. Так. В каждом блоке хотя бы n-k минус 1, блоков хотя бы четыре. Блоков хотя бы четыре. Ну, в каждом блоке хотя бы n-k плюс 1, потому что они жонглируются… Они не обязательно равны длины пока, по крайней мере, да? Да, не обязательно. Не обязательно. Так. Вот. Ну, из этого получается оценка, что количество монет – это 2n. Хотя бы четыре на n-k плюс 1. Вот. Так. Что из этого получается? Так. Из этого получается, что четыре k хотя бы 2n плюс 4. Да. Да. Так. Это немного странно. n пополам. k хотя бы n пополам плюс 1. Да. А, нет. Или все правильно. Нет, это странно, потому что k должно быть хотя бы n. Да, k должно быть хотя бы n. А потому что здесь 2n. 2n. Все, правильно, это я сказал. Это я сказал минус k, я ошибся. 2n – 8. Ой, сейчас. 4. k хотя бы 6n. Должно быть. Сейчас. 8. Да, 6n. 6. 4k и 6n плюс 4. Да. 3 вторых. Вот что получается, да? Да. 3 вторых n плюс 1. Так. Так. То есть при четном это просто больше, чем 3 вторых n, а при нечетном это следующее за округлением. Так. Ну то есть это условие необходимо для того, чтобы у нас k не годилось. Да. А теперь еще надо доказать, да, что… Что оно и в принципе достаточно. Да, да. Что бывают такие ряды, в которых у нас… вот будет как раз вот эта ситуация, когда будут блоки, которые будут прыгать. Да, то есть теперь нужно привести пример. Оценка плюс пример, да, как обычно. То есть это вот оценка при меньших k всегда будет стабилизация на паре блоков. А если это, то есть шанс и надо его построить, да? Да. Ну давайте мы сразу будем строить ряд такого типа, вот чтобы были вот эти блоки, их было 4, и они вот так вот прыгали. И на самом деле все, что мы хотим, это чтобы размер каждого блока был хотя бы 2n минус k плюс 1. Да. Вот. Ну так можно сделать, потому что есть вот это неравенство. Давайте мы возьмем 3 блока по 2n минус k плюс 1 и оставшийся какой-нибудь. Чуть длиннее. Да, чуть длиннее. А, все, да, то есть тут делимость никакая не нужна. Делимость никакая не нужна. Они будут 3 одинаковые вот такие, и 4, значит, 4 блок будет чуть длиннее, они будут так вот у меня в этом месте, да, он отправился сюда, встала, допустим, вот в этом месте, потому что этот короткий, да, отправился сюда, в этом месте, в этом месте, снова в этом, и пошла по кругу. Да. А, супер! 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 Ну, кстати, вот интересно, вот мои собственные соображения, да, вот если бы я такую задачу увидел, наверное, да, то есть я так, ну, скажем так, мне кажется, что за какое-то разумное время вот эту задачу я бы решил, типа за часик, не знаю. Ты, наверное, быстро, да, с ней справилась? Ну, быстрее, чем час, да, но… То есть я бы, наверное, ее доканал, по крайней мере, как бы вот, может быть, я бы не полный балл получил где-нибудь, в конце запутался чуток, но в целом, да, идея, идея, то есть эта задача, вот она такого типа, что ты ее, ты понимаешь, куда тебе двигаться на каждом шаге, следующий шаг понятен. Да. Нет каких-то вот таких вот, нет чего-то, где нужно гениально догадаться, да, нужно просто аккуратно, спокойно решать. Ну, да, просто исследовать, что так происходит, и в целом оно все так разворачивается аккуратно. Научные исследования, это задачи типа научные исследования, кстати, я такие очень люблю. То есть это вот, супер, так, это первая задача первого дня, да? Первого дня, да. Ага, так, поехали, поехали дальше. Задача номер два. Вот, это прекрасное функциональное неравенство. Какое? Неравенство функциональное. У нас есть функция из множества положительных чисел в положительное число. Так. Вот, и для любого положительного х существует единственное у положительное, такое, что f от х на у плюс у на f от х не превосходит двух. Или здесь одно и то же написано? Извините. Х на f от у, да? Х на f от у, да. Так, сейчас, момент. Значит, итак, для любого х больше нуля. И у нас есть какая-то функция? Да. Какая-то функция там? Ну, и нужно, конечно, эту функцию найти. Какая-то функция из r плюс в r плюс. Говорится про непрерывность что-нибудь? Нет. Ничего, да? То есть, какая-то функция из r плюс в r плюс. И у меня для любого х существует единственное у. Да. Вы нажимайте на паузу. Это я уже вот, я уже стою, торможу. Сейчас, значит, что f от х на у плюс х на f от у меньше или равно двум. Единственное? Да. Во всей вещественной этой самой, да? То есть, так, ну вот я могу сказать, что мне сразу хочется сделать. Мне хочется сразу спросить, при каких х у равно х вот это существующее, да? Ну да. То есть, вот первая мысль, вот она имеет отношение к решению или нет? Конечно, да. Имеет, да? Имеет, да. То есть, хочется задать вопрос. Вот если для любого х существует единственное, то для некоторых х существует оно же само. Да. А для других не оно же само. Значит, вот так, так, так. Значит, для тех, для которых существует оно само, у меня получается вот такое вот неравенство, да? Так. Итерировать или не итерировать? Но f от f совершенно не понятно, чему равно, если это произвольная функция. Да, x, f от x выше или равно единице. Да. А, да. Нужен какой-то намек. Пока дальше непонятно. Так, x, f от x. Для любого х существует единственное. А, ну если вот для какого-то так, то тогда для любого y, не равного x, у меня получается, что x, f от y плюс y, f от x больше двух, да? Да. То есть вот это верно, но для любого уже соседнего слева-справа, хм, x, f от y плюс y, f от x. Ну вот эту мысль я на самом деле не знаю, как использовать. Нет, да? А это как-то... Ну ладно, да, я, конечно, да, я даже не знаю, куда дальше думать. Ну скажи, какой тебе вот пришел в голову, вот как ты решала, да? Вот что тебе пришло дальше в голову? Ну вообще, когда есть такое условие, что для любого x существует единственный y, вот, и вот это выражение, оно симметрично, то сразу понятно, что для вот этого y подходит наш x. Ой, да, ой, конечно. Вот. Точно, да-да-да-да-да-да-да-да, да, то есть мало вот этого, еще надо сказать, что для y это подходит x. Да. То есть они разбираются по парам. Да, ну и некоторые числа в паре сами с собой. Сами с собой. Ну какие числа в паре сами с собой такие, что f от x не превосходит одно x-овый? Ну да. Вот, значит, если есть какие-то другие числа... Ага, в паре с самой собой, те, которые, для которых это ниже гиперболы лежит, да? Да. Вот, значит, есть какие-то другие числа, для которых вот это неравенство неверно, вот, то какие-то два из них в какой-то паре. Да, то есть как только они в паре, как только f от x больше одно x-овый, выше этого, значит, существует пара. Да, ну вот есть, пусть есть пара такая, что f от a больше a, и f от b больше, чем одна bt. Вот, но мы знаем, что a на f от b, так, я надеюсь, видно. Сейчас, то есть, нет, вот сейчас, вот эти вот любые, любые, которые не в паре с собой, они должны этому удовлетворять, да? Да. Вот, мы рассмотрим какие-то два, которые в паре между собой, вот эти два в паре. А, в паре, да, поэтому вот такое вот неравенство. А, да, если так, то уже x годится, значит, он уже ни с кем в паре не может быть. Да. Да-да-да-да, так, значит, соответственно, для них обязательно должно быть. Так, и тогда, так, a на f от a, ой. Да. Ой, сейчас, ой, да, сейчас, то есть, у меня вот это больше единицы, это больше единицы. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. a f от a больше единицы, да? Да. b f от b больше единицы? Да. Но при этом вот эта спаренная накость, она меньше двойки. Так, что-то хочется записать, типа a минус b на f от a минус f от b, да? Ну, например... Что-то такое хочется записать, да? Не знаю, мне хочется написать вот так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ах ты ж, ё-моё! Даааа! Ой, 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 f от b больше одной b этой, а f от a больше одной а той. Блин! Блин! От сюда равно b равно... Ну, здесь знак строгий, поэтому... Здесь вообще ничего, да. Всё. Так, итак, мы получили какое-то противоречие. Сейчас я ещё раз его проговорю. Сейчас, я попробую проговорить, да, своим языком. Значит, и так. Для любого х существует единственный у с таким свойством. Тогда, разумеется, вся вещественная вот эта вот положительная ось, она разбивается на, значит, такие отдельные, для которых просто x, f от x меньше лервной днице, и остальные разбиваются в пары между собой. И для этих, которые в паре, обязательно будет выше гиперболы. Да. Обязательно будет выше гиперболы. Потому что иначе бы для них существовало оно само, а по условию только одно существует. Вот. Значит, раз существует другое, то оно само уже не существует. Поэтому для любой пары будет выше гиперболы. Но если мы возьмём любую пару, для которой вот это вот верно, да, что они парят друг с другом, значит, они выше гиперболы. И так как это неравенство по условию верно для этой пары, то левая эта часть строго больше, чем a на b плюс b на a, из-за того, что они обе выше гиперболы. А это, естественно, оно, значит, больше или равно у нас двух при любых a и b. Но это я уже не объясняю, это те, кто канал смотрит, знают. Вот. Соответственно, мы получаем просто противоречие. Да. Что из этой противоречия следует? Что таких пар не существует. Да. То есть, что каждая, каждая x находится в паре с самим собой. Да. То есть, для любого x больше нуля, x умножить на f от x меньше или равно единице. То есть, f от x лежит ниже гиперболы, не выше гиперболы. Да. И это и есть полная характеризация, да? Ну да. То есть, ответ такой... Нет, 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 конечно. Нет? Это ещё нет. Нет, нет, нет. Ещё нет? А! Ещё нет. Мы не используем... А! Мы же не использовали условия, что для всех остальных... Да. Y, правильно, мы не использовали условия, что для всех остальных Y... Вот это верно. Для любого X верно... Сейчас. Для любого X и любого Y, неравного X, X, F от Y плюс Y, F от X строго больше двух. Да. Это ещё дополнительные условия. А, при этом X, F от X меньше или равно единице, да? То есть, F от X... Так, я продолжаю, да? Тогда я продолжаю. F от Y меньше или равно одной игрековой, да? Значит, это меньше или равно X на Y плюс Y на X. А, сейчас. И я получил... Ну вот это пока ничего не даёт. Ничего, да? Ничего, кроме очевидного, да. Так. Так. Ну вообще, мне кажется, что когда я решала эту задачу на самой Олимпиаде, я в этот момент начала заниматься какими-то ужасами. Вот. Но сейчас мне кажется, что давайте мы подставим Y, равное 1 делить на F от X. Y. Подставим... А, раз для любого, значит, в частности и для этого. Да. Так. Ну, предполагаем, что вот Y не равно X. Да, Y не равно X, да, и берём... Тогда вот верно, вот это неравенство. Да, значит, если 1 на F от X не равно X, если... То есть если F от X не прямо на гиперболе... Да. То верно вот это, и тогда, да, я напишу, X на F от 1 делить на F от X, да, плюс 1 больше 2. Да. А, больше единицы без единицы. Да. F от 1 делить на F от X больше 1 делить на X. Да. Вот. Кажется, что это какое-то страшное выражение, но на самом деле мы же помним, что F от Y не превосходит одно Y. Помним. А это F от X. То есть... Сейчас, 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 сейчас. F от X, F от... А, сейчас, F от Y меньше равно Y. То есть вот это меньше или равно F от X? Да. Ой. Да. И F от X больше 1 X выражение. Мы получили противоречие. Опа. Да, вот, слушай, вот как до этого догадаться, я не понимаю уже. Да, это вот, вот это уже да. То есть вот это высший пилотаж. Вот я могу, друзья, вот всем, всем зрителям могу сказать, вот это высший пилотаж. То есть я бы дошел до этого, сколько за это давали? Может быть, дошел бы до этого, сколько за это давали? Ой, не помню. Три балла, да, из семи? Ну, может быть. Что-нибудь в этом духе. Ну, я бы столько примерно поставила, да. То есть это как бы, ну, досюда можно представить. Допустим, да, до этого там сразу я допер, допустим, я дальше бы, ну, я не знаю, нет, вот это вот я уже не очевидно, что придумал бы, но допустим, я бы это, может, и придумал. Дальше бы я, наверное, на этом успокоился, просто написал, что, видимо, это ответ и не исследовал. А оказывается, нужно дальше исследовать, предположить, что существует хотя бы одна точка, не лежащая на гиперболе И тогда рассмотрим 1 на f от x, она отличная от x, значит для нее применяется вот это И тут мы получаем, что тогда f от x больше 1x, что не может быть Но вообще, мне кажется, я говорю, когда я решала эту задачу на самой Олимпиаде Я предположила, что для какого-то x f от x меньше, чем 1x И тогда для какого-то y, близкого к x, вот это неравенство, оно все еще верно Кажется Стой, а непрерывность тут не требуется? Нет, кажется не требуется Не требуется, значит f от x, если f от x меньше 1x Да, ну на какой-то epsilon, допустим Да, f от x меньше 1x, да Давайте что-нибудь сотрем Да Да, ну я пока прям напишу, да, ответ, да, что это функция единственная f равно тождественно 1x f от x, да, то есть ответ вот гипербола и все Вот Это такая характеризация гипербола То просто f от x на y плюс x на f от y просто меньше либо равно, чем 1x минус epsilon на y плюс x делить на y А потому что f от y меньше равно 1y, да? Да Ааааа, и вот тут уже Вот, и при y, достаточно близких к x, это кажется, меньше, чем 2 Вот. При y достаточно близких к x, а при y достаточно близких к x, это получается, тут у нас, да, тут у нас вот двойка, ну да, наверное, наверное, да, это понятно. Получается 2 минус epsilon x. Это да, 2 минус epsilon x, да, x у нас больше нуля, то есть это все действительно сохраняется неравенство и, то есть для y достаточно близких к x. Да, вот это неравенство, верно, вот это неравенство. Да. Вот, но мы знаем, что оно верно только для y равного x. Да. А, и значит не может быть отклонения вниз. Да. А, угу, да, зубодробительно, это, это, это зубодробительно, конечно, вот это вот. Ну, такой подход мне кажется каким-то более понятным, но вот это вот просто мне в голову пришло. Да, это вообще классно, это просто раз и все. Это ты сейчас придумала вот этот прием или вчера? Ну да, более-менее сходу, да. Обалдеть, обалдеть. Да, вот эта задача реально, это, это уже металл. И это же вторая, да, это не третья. Вторая, вторая. То есть эту задачу, грубо говоря, вся команда решила вообще. Кажется, да. Да. Как говорится, гвозди бы делать из этих людей. Офигеть. Ну что же, я с ужасом и замиранием сердца переходим к третьей, да? Предвкушаю, что же будет в третьей. По какой теме она была? Теория чисел. Теория чисел? Да, страшная и ужасная. Страшная теория чисел. О, теория чисел я очень люблю, хотя все-таки слишком сложная задача тоже не умею решать. Ну, сейчас посмотрим, какие идеи придут в голову. Теория чисел я люблю. Ну, для меня теория чисел одна из самых тяжелых тем всегда. А я как раз на Олимпиадах, вот когда что-то у меня получалось, это всегда было связано с теорией чисел. Делимость там какая-то, какие-то эти самые точки. Для меня, наоборот, интуитивнее комбинаторика. Просто вот я в ней могу каким-то исследованием заниматься, у меня какое-то чутье есть. Да, это вот первая прям твоя, да? Первая прям просто вот она чисто твоя, да, задача? Ну, моя скорее шестая. Шестая. О, на этом мы сейчас еще. Да, дойдем. Да. Так, ну ладно, давай теорию чисел. Так. Так, ну, задача такая. У нас есть, не помню сколько, пусть будет N. В общем, есть множество простых чисел. Так. Конечное. Угу. Так. Нечетных. Ну да. Угу. Ну, N простых чисел. Да. Вот и есть K натуральное. Так, натуральное K. Ну, давайте напишем. Так, какой-нибудь пример для себя тут придумаю просто, да? Да, так, допустим. Вот. И нужно доказать, что существует не более одного способа расставить числа из множества S по кругу, так, чтобы, ну, вот как-нибудь, P1, P2 и так далее, PNT. Угу. Так, чтобы произведение любых двух соседних имело вид X квадрат плюс X плюс K, где X натуральное число. Ну, и PNT, P1 тоже, конечно. Ой, PN это первое. Да. По кругу все. Ну, да. Так, сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, то есть сейчас утверждается что-то для любого K, да? Ну, дано фиксированное K. А, дано фиксированное K. Да, и нужно доказать, что существует не более одного способа расставить вот эти числа по кругу, так, чтобы произведение любых двух имело вот такой вот вид. При любом K. Да. Существует не более. Ну, при некоторых не существует никакого способа, да? А при некоторых существует не более одного способа расставить их по кругу. Ну, а сейчас, а что за X, откуда он взялся? А, имело просто такой вид? Да, просто имело такой вид, да. Просто имело такой вид, то есть. Так, X квадрат плюс X плюс K. X квадрат. Что такое X квадрат плюс X плюс K? Что это за зверь такой? Ага. Каждый из них отличается на K вверх от X на X плюс 1, от какого-то произведения соседних, да? Угу, 33, да? Так, и 303. И они вот все равны каким-то... Так, существует не более одного способа. Ну, сто чисто до поворотов и симметров, конечно. Это понятно, это понятно. То есть не более одного способа написать вот эти круговые равенства. Да. Так. Так, ну, значит... Нет, это, конечно... Да, тут так. Ну, наверное, это все равно от противного по-любому, да, надо делать. То есть надо предположить, что есть два таких варианта, и что-то из них соткать. Что-то из них соткать. То есть сейчас я бы... Наверное, это я сейчас, да. Это мысли вслух. Вы можете совершенно спокойно ставить на паузу и как бы сами тоже думать вслух. То есть мысли вслух. Там, например, есть там ПКУ у нас равно х квадрат плюс х плюс ка. Дальше у нас ПР равно у квадрат плюс у плюс ка у нас, да? Но еще и ПС тоже равно. Потому что другой способ для какого-то из простых он даст другого соседа. Да. Вот так. Это хорошее направление? Это хорошее направление. Хорошее. Так. Хорошее. Значит, у меня есть три простых числа разных, которые при домножении на одно и то же простое число дают вот такую вот фишку. Ну, дальше, наверное, хочется вычесть из этого это и из этого это. Конечно, да. Чтобы ка вообще сгинула. Да. Так, значит, соответственно, у меня П на Ку минус Р равно х минус у на х плюс у плюс 1. И, соответственно, у меня П на Р минус С равно у минус z на у плюс z плюс 1. Так? Ну да. Пока мысль в этом направлении. Ну, дальше у меня, естественно, значит, дальше у меня П это простое, да? Угу. Значит, одно из них делится на него и здесь, и здесь. Да. Так, то есть, значит, тут где-то есть делимость на П, здесь или здесь? Здесь тоже есть делимость на П, не знаю где. Так, что дальше, да? Что дальше, что дальше, что дальше, что дальше? Может, еще с четностью что-то покрутить. Эти четные оба. Четные. Да. Это разности простых. Значит, они оба четные. Здесь разная четность идет у нас. Значит, и чет... Так, значит, двойка где-то запуталась в этих иксах и игреках. Блин, сейчас что-то крутится, крутится, крутится. Да не докручивается, да? Да. Фокус немного в другом. Фокус в другом, да? Фокус в другом. Ты в эту же сторону, да, пыталась? Ну, в начале, да. Ага. И это ничего не дало, да? Ну, сейчас нужно сказать какую-то магическую фразу. Сказать, давайте возьмем P наибольшее. P наибольшее, да, надо? Да. Ага. Сейчас, ну, наибольшее P, оно же могло только в двух участвовать и там, и там. То есть, ну, вот, если много разных простых, может быть, двумя разными способами наибольшее это только с одними соседями. Ну, да. Да, ну, мы сейчас докажем, что у P наибольшего фиксированные соседи, а дальше произойдет полная магия, которую я до сих пор не понимаю. Ой, да ты что? Серьезно? Да. То есть, подожди, вот сейчас мы докажем, что в любом таком расположении у наибольшего простого будут соседи одни и те же. Да. Потому что из этого будет следовать какое-то противоречие, да? Да, да. Давайте сначала это докажем. Да, значит, P наибольшее, вот оно, Макс. P наибольшее, мы заметим, что вот это меньше, чем P квадрат. И вот это меньше, чем P квадрат. И вот это меньше, чем P квадрат. Это значит, что X, Y и Z меньше P. Без сомнения. Так, сейчас, 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 сейчас. Так, ну да. Так, и теперь получается, что... Они не равны при этом. Они, значит, они строго меньше P. Так, 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 так. И попарно не равны, потому что QRS различные простые. Да, естественно. Поэтому вот такого не бывает. Ой, не бывает, не бывает, конечно. X, Y меньше P, значит, эти, все эти, значит, они просто меньше P. И все. Так, то есть мы точно знаем, что эти два делятся на P. Вот эта скобка меньше, чем 2P минус 1. А эта меньше, чем 2P минус 1. Меньше равно. То есть это равно P. X плюс Y плюс 1 равно P. Да. Вот это равно P. И Y плюс Z плюс 1 тоже равно P. Ну тогда X равно Z противоречия. Да. Именно. Ё-моё. Вот. А как ты догадалась? Вот как, ну как-то просто, да, по наитию, да, что надо наибольшее, да, рассматривать? Ну да. Это сколько наших ребят решила вот эту? А вот эту задачу, ну где-то трое, наверное. Самая сложная была шестая, да, не третья? Ну да, ну шестая там вообще, ну не знаю. Для меня вот эта задача удивительнее. Это вообще, да, это волшебство, да, это волшебство. Так, значит, мы пока поняли, что у старшего одинаковые соседи при любом расположении. Да. Вот, а теперь утверждается, что можно выкинуть наибольшее число, и все еще будет круг такого типа. Вот, и это абсолютно удивительно, я считаю. Выкидываем. Да, и вот произведение вот этих двух qr тоже будет иметь вот такой вид. Что? В смысле? Если что? То есть если у меня pq равно x квадрат плюс x плюс k и q s qr там, ну тут другие, ну ладно, я уберу эти, чтобы не отсвечивало, да? Ну, за единственным замечанием можно считать, что x целое. Давайте изначально доказывать вот эту задачу в формулировке, что x целое. Понятно, что это более сильное утверждение. А, берем, значит, будем доказывать, что даже для целых такого не существует. Ага, ну да, ага, то есть плюс-минус на самом деле, ну как бы целое, это значит, я еще и с минусом позволяю. Да, ну там просто, да, получается, что когда это произведение равно там k, это там какие-то проблемы возникают. qr равно y квадрат плюс y плюс k. Да, это у нас когда q наибольшее, да? p, а, нет, ой, p, p, p. Так, сейчас, то есть, а, это верно только для наибольших, да? Да, вот если мы выкидываем наибольшее, вот эти qr произведения тоже имеют вот такой вот вид. Вот, сейчас мы это, наверное, как-нибудь объясним. Это не сразу, да, это сразу я не вижу. Ну да, нам нужно что-то написать какие-то, это не совсем очевидно. Сразу не вижу. Поэтому я до сих пор удивлена, что у меня как-то это всплыло в выкладках. Значит, здесь пока у нас x и y просто меньше, чем p, и все. Ну, а еще мы знаем, что x плюс y плюс 1 равно p минус p. А, по-прежнему равно, да? А, мы же тоже логику, да, делаем? А, та же логика, у нас p на q минус r по-прежнему, да, равно x минус y на x плюс y плюс 1. И, соответственно, та же логика нам дает, что это вот равно p, да. О, да-да-да-да-да. Вот, ну давайте мы выразим y как p минус 1 минус x. Да? Да. Вот, и сейчас выразим r через q. Ну, то есть p минус 1 минус x в квадрате плюс p минус 1 минус x плюс k. Плюс k, и это будет равно p r, да. p r, да. p r, вот, это что такое? Это p минус 1 квадрат минус 2p минус 1 на x плюс p минус 1 минус x плюс k. А, еще плюс x квадрат. Вот, теперь вот это, это минус 2px плюс 2x, поэтому у нас есть x квадрат плюс x плюс k. Да, есть, есть, и он равен p q. То есть p минус 1 на p, это вот это вот. Да, p минус 1 на p. Минус 2px. Минус 2px. И плюс p q. Плюс p q равно p r. p сокращается. Да. То есть r это p минус 1 минус 2x плюс q. p сократилось. Кажется, это было, ну, в общем, да. Вот это вот верно. q выразилось через r, да? q выразилось через r. Ну, или r через q. Да, и теперь мы умножаем, да, просто q на q квадрат, на q минус 2x минус 1 плюс p, да? Да. Плюс, да, плюс p. Вот. Ну, давайте мы скажем, что нам нужно на самом деле. Нам нужно найти какое-то z. Нам нужно z. Такое, что z квадрат плюс z плюс k. Да. Это qr. Да, да, надо. Вот. Ну, мы хотим, чтобы оно было целым. Давайте дискриминант напишем. Ну, дискриминант – это 1 минус 4k плюс 4qr. Ты z ищешь, да? Да. Вот, но если дискриминант – точный квадрат, то на самом деле есть целые корни. Ну, потому что тут это, очевидно, нечетное. Вот, а там четность… Ну, короче, корни не полуцелые, значит, они целые. А, дискриминант будет нечетный, минус 1 его сократит, и будет все хорошо. Да. Да. Вот, есть целые корни, но тогда вот этот целый z нашелся. Тогда целый z нашелся. То есть, суть в дискриминанте просто. Ну, я не знаю, может, как-то по-другому можно, но мне вот так вот удобнее. Так, то есть, 4qr минус 4k плюс 1 равно полный квадрат, да? Да. Вот, а теперь мы подставим сюда вот эту qr, а в k мы подставим pq минус x квадрат минус x. Ну, то есть… Так. Дискриминант – это единица, минус k – это вот отсюда мы получаем. Минус 4 на pq минус x квадрат минус x. Так, верно. И плюс вот это qr. Плюс qr? Плюс 4хdqr, то есть. Ну, 4хdqr, да. Плюс 4q на q минус 2x минус 1 минус p. Плюс, да? Плюс p. Ага. Да. Так. Вот, теперь мы раскроем скобки, и магическим образом получится, что это квадрат. Потому что это что такое? Это 1. 4pq, вот оно вот здесь, вот оно сократится. Да, оно здесь сократится. То есть плюс 4x квадрат, плюс 4x. Так. Плюс 4q квадрат. Да. Минус 8qx. Да, минус 1. Минус 4q. Минус, а, минус 4q, да, какой 1. Так, значит, это у нас… Ну, а это, это 1 плюс 2x минус 2q. Минус 2q. Ух ты. Это 1 минус, плюс 2x минус 2q в квадрате. Вижу, да, вижу, вижу. Все правильно. Так. Дискриминант, точный квадрат. Значит, z существует. А, и все. 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 Ну, тогда мы выкидываем каждому больше квадрата. Простое, да, получаем, что снова единственное расположение. Вот. О, блин. Сколько… Так, и эта задача решила человек 20 мили, да? Или больше? Не знаю, если честно. Ну, она у меня, на удивление, очень быстро получилась. Хотя я до сих пор не понимаю, вот это вот как. Да. То есть просто вот догадка. Пришла в голову догадка, да? Что раз у большого соседи одинаковые, то надо его выкинуть, и вдруг можно доказать будет, да, что ставим 6 свойств, и тогда все. Да. Ну, это совершенно удивительно, конечно. Это удивительно, да. То есть выкинули большого. Два соседа снова… Да, ну и как бы сейчас доказываем, что вот это вот то, что два соседа, q умножить на r, опять равно этому произведению. И это долгая-долгая-долгая работа через это, через это, через это. И в конце концов мы хотим найти целое z, и убеждаемся в том, что для этого нужно, чтобы это уравнение был просто квадратом, полным дискриминантом. Подставляем все, что мы уже знаем, и получаем, что он полный квадрат чудесным образом. Да. Да, 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 да. Ну, это я бы сказал, что это алгебра смешанная с теорией числа. Ну, наверное, да. То есть что-то такое. Ну, это, конечно, да. Это восторг. Да. Это восторг. Друзья, я даже не знаю, второй день отдельным роликом или подряд. Но давайте вот что, мы это решим. Мы это решим еще на, может быть, все вместе зайдем, а может нет. Вот если вы эту речь увидите, значит, мы все вместе заливаем. Если нет, то тогда двумя роликами, тогда я скажу, продолжение следует. И поехали, второй день. Второй день. Да нет, наверное, одним зайдем, чтобы сразу всех огорошить полностью, да, всех убить. Кокнуть, как говорит Андрей Михайлович Шригородский. Конечно. А ты пошла в Питерскую. Ты думала пойти к нам, нет? Думала. Да, реально собиралась до июня где-то. Ага. Вот. Потом как-то... Питер победил. Да, Питер победил. Это Чебышевка, да? То есть тебя учат Рома Михайлов, Федя Петров, да? Ну, не учат, но они там есть. Они там есть, да? Ага. Ага. Храбров, да, Саша? Ну, Храброва ты, наверное, знала еще с Олимпиады, да? Знала, да. Ну, Федя Петрова я, конечно, знала. Да, тоже, да, с Олимпиад, естественно. Да, ну круто! Второй день! Да. Возвращаемся к более простым задачам. Геометрия. Есть? Да. Пятиугольник. Выпуклый. Я надеюсь... Но не... Так, ну это, в общем, вот это пятиугольник. Угу. Да. Я надеюсь... Неправильный, ну, не обязательно правильный. Не обязательно правильный. У меня сейчас ничего не вылезет никуда. Потому что, в принципе, может. Вот это точка Т. Так. Внутри. Она такая, что вот эти треугольники ТБЦ и ТДЕ равны. Таким вот образом. Ага. Ага. А еще равны вот эти углы. Поворотным образом. И эти углы равны, да? Да. Так. Вот, теперь... Теперь... Мы берем... Прямую АБ. Пересекаем ее с... Да. С СД. И с СТ, кажется. Угу. Так. Вот эти точки как-то обозначим. Я не помню, к сожалению, как. Ну, обозначим ухо и Е. А, Е уже есть. Р, Е, С давай. Р, Е, С давай, да? Р, Е, С. Поехали. Вот. И аналогично строим со второй стороны. Ух ты. Так. Вот. Ну, пусть как-то будет П и Ку. Или лучше зеленым. Чтобы это очень было видно. Вот. И нужно доказать, что П, Р, К, С вписанный. Ну, там расположение точек условно дано, что вот эти вот в таком порядке, вот эти в таком порядке именно. А, П, Р, К, С вписанный. Вот, чтобы не возиться. Ну, там так и было написано условие. Вот. Вот это надо доказать. Так. Произвольный пятиугольник. Выбрана точка Т. Ну, не совсем произвольный. В пятиугольнике уже эти две стороны равны. Да, уже равны, да. И дальше удалось найти такую Т, что эти равны и эти равны. Да, и углы равны. И углы вот эти равны. Да. Вот. Ну, теперь. Да, ставьте на паузу. Ну, к сожалению, я исключительно слаб в геометрии. И я, ну, да, не знаю, ну, как бы я бы, да, если бы я сейчас пытался решать, это бы заняло весь оставшийся день. В лучшем случае я бы к концу дня дорешал. Поэтому, наверное, будем слушать решение прямо вот сразу. Так. Да. Ну, да. Значит, что надо тут заметить? Что? Что замечаем? Ну, вот эти углы равны. Естественно. Естественно. Значит, вот эти равны. Потому что у нас вот есть вот эти два треугольника ПТЕ и РТБ. Сейчас, 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 так. Эти углы равны. Эти углы. Так, 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 так. Вот он, да? Да, вот один треугольник. Один треугольник, и другой, естественно, равны, потому что по этому самому, по внешнему. Подобные не равны. В смысле, треугольники подобные, а углы равны? Да, углы равны. Да. То есть у нас по двум этим самым. Ну, да, все, очевидно, да. Так. Да. Ну, теперь мы понимаем, что у нас уже есть какой-то вписанный четырехугольник, но не тот, к сожалению, который нам нужен. Вот он. А, да, есть вот такой. Так, есть такой вписанный четырехугольник. Давайте вот этих дачек как-нибудь обозначим. Пусть будет К и Л. Да. Ну, то есть, на самом деле, если мы хотим доказать, что КУСПР вписанный, то можно доказать, что КЛ параллельно КУС. Сейчас. А это будет продолжаться, да, так? Ну, если вот мы докажем, что КЛ вдруг параллельно КУС. Да, почему из-за этого следует, прошу прощения. То у нас будет вот такое вот равенство углов. А, да, 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 конечно, конечно. И этот тоже, и у меня уже суммы, получается суммы 180, да? А, не суммы 180, опирается на одно и то же. Ну, да, например. Да, понятно, то есть при параллельности возникает очевидно, что, во, хорошая идея, слушай. Хорошо, да, хорошая идея. Вот, ну, давайте это доказывать, давайте докажем. Ну, теперь на самом деле у нас из картинки пропала куча точек. Нам не важны уже ни П, ни Р, ни КУ, ни С. Будем доказывать, что КЛ параллельно ЦД. Нам просто нужно, чтобы… Да, нам теперь не П и Р нужны, а КЛ, которые получаются с пересечением той же самой прямой, только с этими. Да. Тех двух прямых. Вот, ну, давайте вспомним, что у нас еще вот эти вот углы равны и равны вот этому, потому что вертикальные. Сейчас, ну, значит, сейчас вот это же и это не то. А, нет, да, не то, конечно, извиняюсь, но они просто равны. Они не вертикальные, но они равны, да? Да, это я, к сожалению, в картинке обманулась. Они равны, потому что они дополняют вот этот и вот этот до 180. Да. А, да. Да, нет, здесь вертикальные просто вот эти сейчас, да. Вот эти, да, вертикальные. Ну, то есть вот этот 180 и вот этот 180. Да, 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 две линии, да, вот эти одинаковые, эти одинаковые, значит, эти тоже должны быть одинаковыми. Да. Ну, значит, у нас есть подобные треугольники. Значит, есть подобные треугольники. Вот этот? В самом деле, да. И вот этот. Подобные. То есть, TBK подобен треугольнику, давайте в том же порядке, TEL. TBK, TEL, да, 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 ровно в этом. Вот, ну а теперь это значит, что ТЛ относится к ТК, так же как ТЕ относится к ТБ. Да. Ну а ТЕ мы знаем равно ТЦ. А ТЦ. А ТБ равно ТД. ТЕ равно ТЦ, ТБ равно ТД. То есть ТЦ к ТД. Да. ТЛ к ТК равно ТЦ к ТД. И при этом вот эта одна прямая и вот эта одна прямая. Значит треугольники ТЦД и ТЛК подобные. Подобные. Значит параллельность. Значит параллельность. Ё-моё. Да, да, слушай. Ну да, я так чувствую, наверное, что геометры так, в принципе, хорошие геометры ее сразу решают. Ну да, в целом. То есть я просто сам не мастер в этом, но я думаю, что там и Павликов, и Коваль, и Трушин это раздолбают в лед, да, это все. Не говоря уже о Белове, Диме. Ага. Да, ну круто. Итак, четвертая решена. Да, за сколько ты ее решила? Ой, не помню уже. Полчасика, да? Ну, условия страшноватые на мой вкус на самом деле. Пятиугольники, я вот такое не очень люблю. Пятиугольник, что там с ним делать, да? Да. Вот еще картинка не сходу получается обычно. Там сколько, три часа? Четыре с половиной. Четыре с половиной каждый день? Да. А, ну да, ну в общем, явно меньше, чем за полтора. Ну я тут только пишу обычно часа два, поэтому три часа это. А, понятно. Так, ну что же, вот такая, да. Ну она, да, она как бы, да, я вижу, что она решаемая, хотя сам я не думаю, что, не знаю, за какое время бы ее решил. Фиг знает. Пятая! Вот это уже совсем теория чисел. Совсем теория чисел. Да. Ну давай. Найти такие тройки А, Б и П. Все такие тройки. Ну, П простое, конечно. Да. А, Б просто целое. Ага. Ну, натуральное, кажется. Натуральное, да. Так. Вот. Что вот это верно? Ух. Просто уравнение, да, решить? Да. Просто решить уравнение. Просто решить уравнение. Решить уравнение А в степени П, равно Б факториал, плюс П, плюс то же самое П. Да. При условии, что П простое, А и Б натуральные. Да. Так. Надо пощупать. Сейчас я чуть-чуть, наверное, сейчас минут, как несколько минут, сейчас я пощупаю ее, да? Попробуй. Значит так, вот я смотрю. Допустим, допустим, 1 А равно 1. Тогда, ну, я сразу, да, так хочу посмотреть, да, вот 1, да, что у нас получается? 1. 1 равно Б факториал плюс простое число. Ну, нет, естественно, никакого такого варианта. Так. Посмотрим теперь на, ну, на что-нибудь, ну, 2, ну, хорошо, 2, вот 2, 2 в П, да, степень двойки равна Б факториал плюс П. Ну, да, давай попробуем на, на Блюсь что-нибудь. Ничего не будет, потому что это четное всегда. Да. Так, 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 начинается какая-то эта самая движуха, да, значит, ну, единственное, что при, при равно 1, или p равно 2? p равно 2, p равно 5 подходит, да, вот, то есть, ой, нет, не подходит, да, она же здесь и здесь одна и та же должна быть, да, это просто, а ну да, да, то есть 2 в p, это и равно b, плюс p, но при b равно 1, получается 2 в p, это равно p плюс 1, что невозможно при p не равно 2, да, то есть мы получаем, ой, вообще никогда не, 2p, да, p равно 1, нет, все, никуда не девается, это больше, так, значит, так, двойка тоже ушла, то есть я как бы, я бы начал решать так, я бы начал шевелить а. Да, ну, b равно 1, еще есть случай p равно 2, но там тоже. А, p равно 2, но, опять же, все равно, что 4 равно 3 плюс 1, то есть не получается. 4 равно 2 плюс 2. 2 плюс. Это кажется, кстати. А, b равно 2, p равно 2, а равно 2. Да. Решение задачи. Да. Ага, уже одно нашли. Так, ну, я, честно говоря, на этом бы не успокоился, я бы подставил 3 в пэты, потому что здесь четность вот эта вся, да? А здесь уже как бы четность нам не мешает, нисколько, то есть 3 в пэты равно b факториал плюс p. Не может ли степень тройки, да, быть близка к факториалу, очень сильно близка к факториалу сверху? Степень тройки. Вот у меня 3, так, 3, ну, так, допустим, 3, значит, 3 в квадрат не годится, чуть-чуть не попадаем, чуть-чуть капельку. Так, 3, а, да-да-да-да, сейчас 3 вкуп, нет, вот да, тут нечетность. А, отдельно я бы еще раз смотрел, p равно 2. Вообще отдельно. Вот я бы написал, а квадрат равно b факториал плюс 2, да? Да. Вот, вот такая, вот такая, вот такая фенька, да? А квадрат равно b факториал плюс 2. Так, теорема Вильсона запахла. Запахла, да, но я ее, кстати, не использовала, я тоже об этом подумала, да. Здесь есть какой-то простой делитель. Да. И по нему b факториал плюс 1, а, не-не-не-не, вру, вру, для этого должно быть b простым, чтобы теорема Вильсона пахла. Для этого b само должно быть простым, тогда будет пахнуть, но нет, 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 не пахнет, честно. Б факториал... Да. Ну, в общем, теорема Вильсона отдает, но она тут не применяется. Не применяется. Нет, 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 нет. Так, почему не может быть, да? Почему не может быть? Вот 24 плюс 2 – это почти 25, а? Почти, но 26 все-таки, да? Значит, почему фактериал плюс 2 не может быть квадратом? Ну, опять четность, конечно. Четность, да? Да. А, конечно, 4К плюс 2. Ну, при любых, кроме там начальных этих. Да. То есть, опять же, у нас мы возвращаемся к случаю А равно В равно 2. Ну, да. Вот, а при, ну, при В равно 1 тоже видно, что ничего не выходит. А при В равно 3 можно тоже взять конкретно просто 8, посмотреть здесь. А уже при В равно 4 здесь делимость идет на 4. Да. Все, значит, этот случай невозможен, кроме вот, кроме уже найденного, кроме случая, когда, то есть, этот случай невозможен в силу делимости на 4, да. Так, и того у нас получается теперь вот вариант, значит, что П равно 2 у нас отпадает. У нас П теперь нечетное. То есть, кроме когда вы выловили одно решение, теперь П у нас становится нечетным числом. И для нечетного числа у меня получается решение. А равно 3, Б равно 4, П равно 3. Кажется, да. Что? Ну да. Да. 27 равно 3 плюс 4 факториал. Да. Как ни крути. Так. Так. Это все чудесатее и чудесатее становится. Да. Да, это просто решение, значит, никакого какого-то явного такого противоречия, вот, которое бы, ну, понятно, да, его что-то здесь не будет. Нет, да. Будет упираться всегда вот в это, в эти два решения. Хорошо, 3 в пятой. Я не унываю. 5 плюс B факториал. Ну, это неверно, неверно, но вот по каким причинам, каким-то вот видимым, почему это дальше будет неверно. 3 в нечетный простой равно П плюс B факториал. Сейчас, ну, давай подумаем. Так, давай подумаем. Так, первое. А. Так, все, я начинаю нащупывать что-то. П. П. Вот, сейчас, B факториал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас, 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 сейчас. То есть, B факториал порядка 3 в этой, так? Б. 1 умножить на 2 умножить так далее и на B имеет порядок 3 на 3 и так далее и на 3. B раз, так? Да. Значит, P здесь вот где-то она, ну, как бы она должна где-то сидеть вот внутри, наверное. Наверное, по неравенствам каким-то получится, что P внутри вот этого отрезка, да? То есть B больше P. B больше P. 3 в P, это меньше, чем P факториал. 3 в P, это меньше, чем P факториал. Обычно, обычно. Ну, там, N факториал это N на E в степени N, да? Ну, да. Вот, то есть, начиная с какого-то момента, 3 в P, то есть становится существенно меньше, чем P факториал. И, наверное, с какого-то момента уже меньше, чем 2 P факториал. И тогда это убито. Потому что тут P квадрата, тут P. А, нет, уже достаточно, все. Достаточно, потому что уже тут одни тройки, а здесь P. Ну, да. То есть, сейчас я объясню. Значит, B факториал, значит, B больше P. Иначе будет 3 в P, значит, ну, не сильно больше, чем P факториал. Что там оценками? Нет, меня это немного смущает. Тебе не нравится? Почему это B больше P? Ну, как правило, как правило, просто при, сейчас, 3 в P, да, 3 в P, а, сейчас, или нет? 3 в P этой меньше, чем P факториал, да? Меньше. Сейчас, что-то я запутался сам. Да, кажется, это не совсем очевидно, все. Нет, да? Сейчас, 3 в P этой меньше, чем, нет, но вот это вот правильно. Все, это наваждение. Понятно, что B делится на 3, ну, кроме случая 2, которая там перебирается, да, 3 в P, это равно P плюс 2. Ну, да, дальше там это какой-то очень маленький перебор. Ну, да. Вот, то есть, B делится на 3, и мы получаем, что у меня P должно делиться на 3, то есть быть тройкой. Да. Но это мы уже как бы здесь, так, то есть, если формально строго, да, подходить к делу, то, начиная с B, равного 3, эта штука делится на 3, и тогда это можно рассматривать только при P равно 3. При P равно 3, у нас получается, опять же, A в кубе равно B факториал плюс 3, да? Вот, и здесь, наверное, мы как-то понимаем, да, что решение только одно, которое мы уже нашли. А, значит, значит, A, ну, да, A делится на 3, так, 3 в кубе равно, так, сейчас как бы это до конца довести, да, то есть, идея, вот идею я вижу, идею я вижу, что, значит, здесь у нас после того, как B равно 3 и выше, у меня уже никакого P здесь быть не может. Ну, просто B меньше 6 на самом деле. B меньше 6. Ну, а уж иначе право еще не делится на 3, да. Иначе все, да, да, и перебор. Ну, да, более-менее. Да. Так, то есть здесь мы сводим уже к этому случаю, и все. Значит, соответственно, B, а ну, B равно 2, и 1 там тоже разбираются в лед просто, там, это через оценки. Да. Так, значит, теперь общее, да? Да, давайте что-нибудь сотрем. Да, надо стирать, да, надо стирать, потому что все-таки вот в чем состоит общая идея. Общая идея. Ну, вот мы тут уже что-то прочувствовали на самом деле на вот этих частных примерах. Да, да, то есть А, ну, на самом деле мы прочувствовали, что в B содержится А, как бы, да, наверное, иногда. Да, ну, то есть, что на самом деле с одной стороны у нас просто всегда большая степень хождения чего-то, а с другой стороны маленькая. На B, да, плюс P, вот, да, вот А, то есть какого порядка А, вот, все, какого порядка А, так как B факториал, это B на E в степени B, а там, кстати, позволяли пользоваться вот этим, что? А там можно пользоваться всем, чем угодно, но я этим не пользовалась. Ты не пользовалась, да? Не пользовалась. Ну, я имею в виду, что оценка для, вот, вот, вот здесь должны быть B на E перемноженные, чтобы получилось, а, значит, так как тут, а, подожди, нет, P раз, сейчас, не-не-не-не, я не прав, сейчас, сейчас, не совсем прав. То есть, как бы есть, ну, вот, один случай стоит в том, что А меньше или равно B, да? И он сразу приводится к противоречию, потому что P делится тогда на А, ну, то есть не совсем противоречия, значит, вот случай один был бы у меня, вот такой. Да. Тогда у меня P делится на А, то есть на самом деле просто P равно А. Да. Ну, или А равно 1, неинтересно, да. А равно 1, неинтересно. А равно 1, уже, да, его нет. То есть, получается, при P равно А получается вот такое классное уравнение, P в степени P равно B факториал плюс P. Да. У которого, как и ни странно, решение таки есть, вот то, которое мы стерли, оно есть. Да. Ну, это самый сложный случай, конечно, задача. А, это самый сложный. Да. Тогда давай его пока оставим, да, и попробуем простой. Значит, простой, якобы, да, простой, случай 2, это А больше B, да? Да. Так, А больше B, тогда? Вот, тогда если B меньше, чем P на самом деле. Да. Вот, то А в П, ты просто больше, чем B факториал, и причем сильно больше. Да, конечно, если B меньше P, то… А если B меньше, чем P? Ну, очевидно, да, каждый из них больше, множество или больше. Да, то А в П, ты на самом деле больше, чем… Ну, чем B в П, и B в П, и больше, чем B факториал, потому что B больше. B факториал плюс P мы хотим вот так. Ну, это, наверное, простая, да, какая-то оценка какая-то простая, да, что у нас… Ну, сейчас мы хотим как-то по-аккуратнее, да. И они все больше B. Они все больше B, да. Вот, это хотя бы там B раз больше, и, в общем, да, это… Ну, да, вроде нормально, да. Так, хорошо, значит, соответственно, B… Да, значит, B хотя бы P. B хотя бы P. P, ну, тогда здесь вылезает P. Да. Замножители. Это значит, на самом деле… А делится на P. Что вот это делится на P. Да, значит, А делится на P. И вот это делится на P, значит, делится на P в П этой. Да, делится на P в П этой. Ну, значит, вот это не делится на P квадрат. Не делится. Ну, что вот это не делится на P квадрат. Значит, B меньше 2P. Значит, B меньше, чем 2. Да. Вот. И тоже какие-то оценки, да, идут дальше? Да. Ну, дальше, если А – это, допустим, P умножить на какое-то M, Так. Вот. То, что А делится на П, на М в П. Это B факториал плюс П. Давайте заметим, что М не бывает маленьким. М не бывает меньше, чем П. Если это не единица. М не бывает меньше, чем П. Ну, потому что если М имеет какой-то вообще простой делитель меньше, чем П, то вот это делится на вот этот простой делитель, вот это не делится. И вот это делится. Да, конечно. Вот. Поэтому либо М равно единице, это вот этот случай. Да-да-да, сейчас, если М меньше B или P? Ну да, если М меньше B, то мы получаем абсурдность. Да, вот это делится на M, а это P. А, меньше B и меньше P. Да, меньше B и меньше P. Да, значит, соответственно, M больше либо B, либо P. Да, ну B просто хотя бы P уже, поэтому M хотя бы P. Да, правильно, все, M хотя бы P. То есть это больше, чем P в степени 2P. 2P, да. А это меньше, чем 2P факториал. 2P факториал. Да. Все. Вот это кажется неверным уже. Это кажется неверным, да. Да. Раз P большое. Да, отлично. Супер. То есть у нас, на самом деле, вот, да, к чему свелось все. Да, свелось все к этому. Ух, какая красота. Да. Свелось все к этому, и сейчас, на самом деле… Свелось все к этому, и мы видим, что решения-то бывают. Да, будет великая вещь теория чисел, и мы будем применять лему об уточнении показателя. О как. Да. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Так. Все. Итак, у нас супер уравнение P в P, это и равно B факториал плюс P. Да, и мы будем применять его для двойки. Что делать? Для двойки применять лему об уточнении показателя. Давай. Ну, то есть это что такое? Мы перепишем это вот так. P в P минус 1 минус 1 равно B факториал. Верно. Вот. Мы помним, что B хотя бы P. Помним. Ну, потому что оно на P просто делится. Угу, естественно. Ну, и меньше, чем 2P. Вот это вот все еще верно. Да. Все еще верно, да? Потому что 2P нам даст уже слишком большой… Да. Факториал будет больше, чем P в P просто. Да. Ну, нет. Ну, просто будет… Задавит. Вот это не делится на P квадрат. А, на P квадрат. Да, даже без оценок. Так, так. Вот. Ну, давайте посмотрим на то, на какую степень двойки это делится. Вот. А вот это делится на… Давайте вот так вот я буду степень вхождения обозначать. На степень двойки, да? Да. На вот такую степень двойки. Вот левая часть делится вот ровно на нее. Так. Это… Это орд, да? По два? Да. Просто, да? Значит, порядок. Так. Значит, левая часть… Сейчас, на степень… Подожди, левая часть… Нет. Как левая часть? Сейчас. Ну, вот это вот. Вот это. Мы вот так вот переписали. Да-да-да-да. Так. Левая часть делится на… Так, P квадрат… Ну, потому что вот это делится на 4. Да. Вот. Ну, а значит, у нас… В чем утверждение? У нас… Сейчас, а почему я… Откуда это взялось? Сейчас что-то я чуть-чуть… Сейчас. Если A минус B делится на 4… Да. То… Степень вхождения двойки вот в это… Равна степени вхождения двойки в M… Плюс степени вхождения двойки в A минус B. Ну, а вот это у нас… Это просто P квадрат в степени P минус 1 пополам… Минус 1 в степени P минус 1 пополам. Вот так вот. Это вот это выражение. Так. В квадрат… Да. Да, 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 да. Так. Так. Сейчас, 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 сейчас… Не отслеживаю. Сейчас. Чуть-чуть я не отслеживаю. Так. То есть, это… Значит… P… П минус 1… P квадрат… П минус 1 пополам… Да? Минус 1… Так. Значит, это… Это вот такое при A минус B делится на 4… Да. И еще раз, почему это так, значит… А минус B… Ну, это… Если A минус B делится на 4, то вот это делится на ровно такую степень двойки, потому что это лемообуточнение показателей… А, есть такая, да… В случае… Да. Оставшаяся вот эта сумма, она… Она будет… В случае для вот равных 2. Да? Ну, можно, да, как-то… Ну, ладно. Давай поверю, да. То есть, из этого выводишь, что это та же самая, как здесь. Так. Хорошо. И… А P минус 1 откуда взялось? Вот это вот… П минус 1 пополам, но я вот единичную… А, от M-ку. М-ка, да, да, да. Все. Да. Да, хорошо. Вот. Ну, это… Там 2 степени вхождения двойки в P минус 1, плюс степень вхождения двойки в P плюс 1. Да, здесь та же самая. Ага. И минус 1. Да. Вот это вот такое. Мы знаем, что B факториал делится на вот это и ни на что большее. Да. Вот. А на какую степень двойки делится B факториал? Это B пополам… Да. …плюс… Ну, целая часть B на 4… …плюс и так далее. Да, да. Вот. Вот. Вот это равно. Да, равно. Вот. Мы знаем, что B – это хотя бы P. Поэтому вот это – это хотя бы P пополам. Целая часть, плюс целая часть P на 4. B хотя бы P, да. Да. Плюс и так далее. Так, да, да. Вот. Ну, теперь на самом деле интуитивно понятно, что вот это маленькое, вот это очень большое. Вот. Осталось аккуратно с этим разобраться. Вот. Ну, сейчас мне хочется… Ну, наверное, не будем, да. Я понял, да. Я понял идею, да. Что на самом деле вот это очень большое. Да. А здесь… Ну, да. П минус 1 у нас… Тут же мы взяли B факториал, вот эта куча двоих, да. А здесь, значит, B… Да. Ну, там это сводится к какому-то… В больше P, да. Что там P не больше 7, и это уже какой-то… Да, понятно. Все. А дальше перебор и тройка выпадает из него, да? Да. Класс. Ну, вообще, да. Ну, такая она технически много всего, да. Да, техническая, да. Технически много всего, да. Красиво. Красиво, что есть целых два решения, да? Два… Да. Два-два… И три-четыре-три. Удивительно, что есть целых два решения. Но больше нет. Вроде бы. Я не помню, если честно. Ну, я бы очень удивился, чтобы еще из этого перебора что-то выпало. Ну, что? Итак, номер 6. Моя любимая задача. Давай. Вот. Я решила ее только я. И это, наверное… Во всей команде, да? Да. Отчасти получилось, потому что у нас на сборах как-то был какой-то похожий сюжет, который выглядел похоже. Вот. И там была какая-то конструкция, и все пытались ее применить, и она не применялась в этой задаче. Ха-ха-ха. Вот. А я… У меня дырявая голова, я не вспомнила, поэтому я задачу решила. Так. Обалдеть. Иногда проблемы с памятью, они помогают. С ума сойтись. Так. Есть квадрат N на N. Есть. В нем расставлены числа от 1 до N квадрат. Да. Вот долиной называется клетка, значение в которой меньше, чем во всех соседях. Ага. Локмин такой, да. Вот это долина. 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 Класс. Так. Так. Вот. Подъемом называется последовательность клеток соседних. Ну да. Такая цепочка. Да. Которая начинается в долине… Ну и дальше поверх идешь. Да. И… Увеличивается. Да. Увеличивается. Числа в ней увеличиваются. А подъем называется любая или только максимальная такая цепочка? Любая. Угу. Вот. И нужно найти минимальное количество подъемов. Минимальное? Да. Возможное количество подъемов. Да. То есть нужно так расставить эти числа здесь, чтобы как можно меньше было… То есть вот этот подъем, он будет засчитан за кучу, да? Первый, второй, третий, да? Да, да, да. Вот все вот это считается. Вот это все считается, да? Да. Вот. Комбинаторика. Да, прекрасная задача. Вот. Ну, на самом деле… Сейчас, давай я наравну два. Просто, чтобы как бы, да? Вот я наравну два я возьму. У меня есть один, два, три, четыре, да? Угу. Мне нужно сделать, чтобы было как можно меньше подъема. Да. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Первый, второй, третий, четвертый. Так. Один, два. По-моему, всего-то вот только два, да, варианта, да, по-моему, с точки зрения их расположения двойкалибря. А, нет! Еще бывает один, два, четыре, три, видимо. Вот теперь все я перебрал. Ну, так, с точки зрения всех симметрий. Так, здесь четыре подъема, здесь раз, два, три, четыре. Да. По-моему, подъем должен состоять из хотя бы двух клеток, но это кажется, да. Ну, я понимаю. Ну, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В долине начинается. А, нет, он в долине должен начинаться. Нет, если в долине, то раз, два, три, четыре, раз, два, раз, ой, раз, два, а и три, а четыре, да. Четыре, да. То есть здесь четыре, а здесь раз, два, три, четыре. Да. Как ни крути, здесь четыре, да, ну, тогда три на три, да, надо? Здесь-то все-таки разное количество будет. Да, я просто для балды вот возьму. Да, должно быть разное, конечно. Давай, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, просто чтобы пощупать. То есть я, если бы я такую задачу взялся, дерзнул решать, да, я бы ее начал щупать. Ну, для двойки мы видим, что вообще четыре подъема и все. Так. Ну, я, если честно, не полезла в квадраты три на три. Нет, да? Ну, вот, да, то есть тут все начала, раз, два, три, четыре, да, вот у меня долина, да, вот, а, сколько долин? А, да, нужно все долины в начале отместить, правильно? Все долины. Двойка не долина, четверка не долина, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка не долина. У нас две долины. Да. Соответственно, раз, два, три, четыре, это как минимум. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Из этой все. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тут тринадцать. Тут долина номер один, двойка не долина, тройка не долина, четверка не долина, пятерка не долина, шестерка не долина. Дальше очевидно, что остальные тоже не будут долиной. То есть у нас тут здесь одна долина. Да. Раз, подъем. Два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. И в эту сторону все. Нет. Восемь. Девять, десять. В эту сторону, кажется, все. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать. Здесь оказалось больше. Значит, я-то думал, хотел сказать, что нужно сделать, что подъем был всего один, но ничего подобного. Здесь пятнадцать, здесь тринадцать. Так, ну в общем, на этом, да, я, пожалуй, тебе передам слово. Потому что дальше ничего не понятно. Ну в общем, какая-то, давайте сначала оценим количество этих подъемов. Вот какая-то оценка, которая, казалось бы, достаточно понятна, но не совсем понятна. То есть я достаточно долго ее придумывала. Так. Давайте посмотрим на любые две соседних клетки. Да. Просто вот любые две. Так, значит, мы взяли две клетки, и подъем может начаться с меньшей, может не начаться, если это не долина. Нет, подъем какой-то закончится на них, закончится в большей. Ну просто давайте возьмем большую клетку, встанем, спустимся в меньшую, и просто будем спускаться в какой-нибудь из соседей. Этот процесс когда-нибудь закончится, но значит он закончится в долине. А, подожди, ты сверху, вот надо было мне вот про эту сторону думать. Надо сверху думать, а не снизу. Да. То есть ты берешь любые две клетки, любые. Да. И со старшей идешь вниз до долины? Да. Всегда дойдешь? Да. Очевидно. Всегда дойду. Да. Вот, ну то есть подъемов хотя бы количества пар соседних клеток. Хотя бы количество пар соседних клеток. Это 2 на n на n-1. Да. И насколько я помню, все-таки подъем из одной клетки, он подъемом считался. Потому что... Считался. Ну, значит считался, да. Значит, то есть долины тоже считаются. Ну еще хотя бы плюс количество долин. Плюс количество долин, да. Ну в смысле, да, подъем из одной клетки. Да. Вот. Ну то есть хотя бы 2n на n-1 плюс 1. Ну уж точно. Ну потому что долина точно есть, например, та, которая есть число 1. Да. Да. Вот. Ну это ответ. Это ответ, и надо только построить пример. То есть простейшая в принципе оценка. Ты берешь 2 последние клетки подъема. Да. И уж как минимум подъемов никак не может быть меньше, чем вот этих вот 2. Да. Просто пар вот этих вот клеток. Да. Потому что в каждой из них какой-то подъем заканчивается. Да. Теперь надо просто построить, да? Да. Теперь надо просто построить. Ага. Ну как у нас должен вообще выглядеть пример? Да. В нем на самом деле должна быть ровно одна долина. Потому что вот здесь должно достигаться равенство. Да, да, да. Все-таки да. И в нем из каждой клетки можно... Ну вот есть какие-то клетки, которые просто больше, чем все свои соседи. Да? Да. А если клетка не такая, то у нее ровно один сосед, который ее меньше. Да, ровно один должен быть, иначе будет... Да. Сейчас, подожди, почему? То есть если будет 2 соседа, которые ее меньше... Да можно просто из нее... Вот если какой-то есть сосед, который больше, ну значит вот на эту пару заканчивается хотя бы 2 пути. Все. Хотя бы 2 подъема. Конечно, да, будет вот эти подъемы вниз продолжаются до долины оба, да? Да, да, да. И у нас получается уже 2 подъема заканчиваются в одной паре. То есть в каждой паре клеток заканчивается ровно один подъем. Да. А значит, если есть не максимальная вершина, то она обязательно имеет ровно одну клетку вниз, а остальные наверх. Да, ну кроме долины, конечно. Ну да. Блин, и кроме вершины. Ну то есть у нас есть вот эти плохие клетки, давайте мы их... Как эта география устроена, да? Как-нибудь, да. Во-первых, эти плохие клетки никогда не бывают соседними. Очевидно почему. Потому что они больше всех своих соседей. А остальные клетки устроены как дерево. Остальные клетки устроены как дерево. Если мы из каждой клетки приведем ребро вот в эту единственную... Вниз. Да, вниз. Да, то у нас получается вот такое вот дерево, которое где-то вот все сходится в какой-то долине. Да. Вот. Так, куда-то, да? Там это самое... Отсюда сюда, куда-то, да? Да. Ну вот осталось научиться такое дерево придумывать. Ну давайте мы сначала построим какую-то картинку для... Не совсем квадрата, а для угла бесконечного вот такого. Да. Из него потом вырежем квадрат, потому что там по модулю 6, кажется, это какие-то разные ситуации. Вот, давайте. У нас будет вот такая вот штука. У нас будет такая вот периодичная по модулю 6 картинка. По модулю 6, да? По модулю 6. Ну, вниз по модулю 6. Так. Это будет вот такой вот гребешок. Вот у нас каждая третья будет почти закрашена. Ну, закрашена это то, что дерево на самом деле. А, дерево. Да. То есть вниз пойдут по ней все, да? Да. Вот. Это выглядит как-то вот так вот. Вот, то есть мы нарисовали такие большие зубчики. А здесь ты специально не до конца, да, я его дорисовала? Да, специально. То есть они через 6, по модулю 6 повторяются, да? Да, по модулю 6. Ну, то есть у нас вот эти вот клетки, которые больше всех своих соседей, они будут вот. А, вот они вот эти вот токсичные, да, такие? Да. Токсичные клетки больше всех соседей. Ага, ух ты, ух ты. Тут перестало быть что-то понятно, кажется. Не, ну я пока вижу, то есть здесь через один идет, здесь целиком вся, здесь через один другой схемой, здесь два первых, да? Ну, да, то есть. Здесь этот самый, вот здесь только вот этот на этот очень похож, вот четвертый на шестую похож оказался. Да, здесь вот такие вот. Четвертый на шестую действительно похож, да? Четвертый на шестую. То есть одинаковые просто, да? Да, похожи. А, угу. И дальше снова пошел. Да, и вот такие вот. Вот такие. Такие зубчики. Зубчики, это, значит, так, зубчики, сейчас, ааа, ааа, сейчас, то есть это сверху, да, спадают, вот эти спадают сюда? Да. А, это вот туда вниз куда-то уходят, да? А, вот, они все спадают, а где же наш самый мин сидит? А, в любом месте. Тут, да? Это не важно. Просто любую клетку. Ну, потому что как сейчас у нас будет устроен пример? Вот если мы вырежем... Нет, или мы, подожди, вот здесь какую сторону вверх? Здесь вниз? Это вообще совершенно не важно, потому что если у нас есть такое дерево, мы можем выбрать в нем любую клетку, обозвать ее минимум и сказать, что все сходится к ней вниз. А, ааа, ааа, угу. Вот, и то есть если вот, например, мы вот так вот вырезали квадрат, если у нас по модулю все отошлось, что вот мы вот так вот вырезали, например, верхний вот этот квадрат. Да. Давайте по-другому синим, что ли. Да, да, да. Вот, и вот это все осталось деревом? Да. Вот, то теперь как мы просто расставляем числа? Мы расставляем в красные клетки просто наибольшее, сколько это чисел? Да. Вот, выбираем любую клетку вот этого дерева нашего? Вот, в нее ставим единицу? Да. Вот, а дальше в дерево расставляем числа так, чтобы они спускались ровно к этой единице. Два, три, да? Да, два, ну можно подвесить, например, и по ярусам просто расставлять. Два, пять, семь, восемь, девять, то есть в принципе тут вообще не важно, ты подряд расставляешь? Да, просто не важно как. Чтобы они спускались друг к другу. Вот, ну и заметим, что в такой конструкции реально у нас в каждой паре клеток соседних закалчивается ровно один подъем. Ну потому что если пара клеток это красная какая-то, то есть, ну просто потому что из черной мы можем спуститься одним единственным способом. А наименьшая из пара клеток всегда черная. А, да, 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 понятно, да. Вот, ну и теперь осталось аккуратно научиться вырезать этот квадрат. Ну потому что, например, если бы мы взяли чуть больше, у нас вот здесь вот бы оказались какие-то вот несвязанные куски. Да, то есть вот это при делимости на шесть, да, работает полностью? Эта картина повторяется, да, в обе стороны? Да. Определимые, или даже здесь не важно, что в эту длину шесть, а, ну это все равно, она же не такая. Да, вот сюда вообще не важно, потому что... Да, да, то есть нужно как-то забить при n не делится на шесть, да, это завернуть там. Так, ну сейчас у нас получилось n сравнимо с пятеркой, ну то есть у нас какие есть остатки? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, шести уже нет. Вот здесь получилось n сравнимо с пятеркой. Почему, здесь шесть на шесть сейчас? А, шестеркой, да, с нулем. Шесть на шесть, да. Да, 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 вот с нулем. И что делаем? Вот, а еще можно брать вот так, вот такие вот квадраты. Ага. Вот, это дает остаток 2. А, это можно тоже, да, тут дополнить легко, да, на него? Да. Так. Вот, еще можно начинать не с первой, с линии, а со второй. А-а-а. Вот, это дает еще остаток 1. Вот, сейчас нужно как-нибудь остальные остатки где-нибудь аккуратно надо и быть. Ну, остаток 5 тоже можно, конечно. Просто вот так вот вырезать, да. Вот такой, да. Надо не отрезать, чтобы не было соединения, да, без них черными и черными, да? Да, да, да. Чтобы не пропало. Ну, то есть, чтобы у нас реально проблема, когда вот такие вот зубчики, они остаются в последней строке, и они не сюда. Ну, в общем, дальше на самом деле уже все. Да, да, там все вырезается, в общем-то. Обалдеть, вот это да. Все китайцы решили, да? Все китайцы решили, да. И больше, более-менее, никто, да, не решил? Ты и еще сколько ты там, сколько ты решил народу? Ты же не смотрела, да? Не смотрела, нет. Да, нет, я увидел там, по-моему, 42 и 42, это 6 китайцев, ты и еще там… Да, еще кто-то был, точно. Да, и все, более-менее. Да, ну вот, друзья, что называется, что я тут могу сказать? Я всех вдохновляю умнеть, но до такой степени вы все равно не поумнеете. Сколько мне… Ну, нет уж, не надо уж так. Вот, так что да, ну нет, но тем не менее, верим в новых победителей, да, верим в будущих победителей. Вот, я думаю, что вот Галия может вдохновить всех на подвиги и на победы в новых межнарах. Правда, я не знаю, они теперь, видимо, все для нас будут в каком-то непонятном режиме. Вы здесь, да, писали? В Питере? Да, в Петербурге мы писали. Нет, даже не это самое. Вот, но по этому поводу я уже высказывался. В общем, да, в общем, спасибо огромное, Галия. Тебе прям вот, чтобы было интересно учиться. Наверное, ты уже взяла задачу научную какую-то? Нет, еще. Пока занимаешься спокойно, да? Да, пока просто вот изучая, читая разные книги там, с разными преподавателями потихоньку работаю понемногу. Классно, классно. Ну, собственно, успехов максимальных, учебы и всего, и здоровья. Всем Маткульт, пока!